Когда такие гости приходят в студию, у меня всё внутри трепещет, потому что сейчас я что-то ещё интересное узнаю о том месте, где я живу. Ура! Директор музея города Новосибирска Елена Щукина у нас в гостях. Доброе утро. С праздником космонавтики всех нас. В связи с этим, конечно же, будем говорить о том человеке, который связан и с этим праздником, и с нашим городом. Это Юрий Васильевич Кондратюк, он же Александр Игнатьевич Шаргей. Верно? Верно. Ну что, где именно географически он жил, где мы можем походить по тем же улицам, по которым он ходил? Я так понимаю, на улице Кондратюка? Где именно работал? К сожалению, у нас нет улицы Кондратюка, есть только площадь Кондратюка, но она появилась именно в том месте, где должна была появиться. Ну, наверное, начнём с того, что так уж случилось, что в конце 20-х годов, по воспоминаниям заслуживцев, именно вот на том месте, которое ныне назовётся площадью Кондратюка, был развал брёвен. Готовились к строительству очередному. И Юрий Васильевич, гуляя вечером с молодой красавицей Зоей Цениной, ну, там присел поговорить на брёвнышко, посидеть, посмотреть на Луну. Ну, по воспоминаниям, был чудный вечер, луна на небе, девушка, очевидно, ждала слов о любви, но он говорил о космосе и о Луне. Ну, так, в общем, случилось, потому что для него это было действительно очень значимо. Больше с девушкой он не встречался. Ну, да нет, они были очень дружны, она очень тепло отзывается в воспоминаниях о нём. Но вообще его, можно сказать, и не только девушки его любили, но и коллеги относились к нему очень по-доброму, потому что он действительно был человек отзывчивый и не только знающий, грамотный специалист. Он увлекался и историей древнего мира, и историей театра, и литературу знал, и обладал чувством юмора, что немаловажно. Ну, а жил он, конечно, вот как раз так получилось, что в центральной части города он, поскольку у него своего жилья не было, он снимал комнаты. Это улица Державина, угол пересечения с улицы Советской. Сегодня этого домика не сохранилось, одноэтажного деревянного, а там стоит жилой пятиэтажный дом. Ну, и, безусловно, он очень много ходил по улице Советской, потому что готовился к изданию своей книги. Издательство находилось там, где сегодня областная библиотека. И вот он, что называется, вот оработал на Советской 24, поэтому он Советскую истоптал очень много вдоль и поперёк. Ну, и потом упоминается ещё адрес на улице Горького, где он тоже квартировал. Ну, и, наверное, вот эта печальная страница в его жизни, когда он был арестован. Это тюрьма на улице Коммунистической, где он провёл несколько месяцев, ожидая решения судебной коллегии. Ну, и пока он там работал, он, насколько нам известно, завершал какие-то свои уже начатые до Новосибирской работы. Расскажите именно о той части исследований, которая пришлась вот на его жизнь в Новосибирске. О трудах, да. О трудах. Вообще, сегодня известно о двух рукописях, которые Кондратев написал. Самую первую рукопись он начал вести в 1916 году, когда был ещё гимназистом в Толтаве. Он так её и датировал этим годом. Это были листки из тетради, в которых он карандашом написал мысли. А затем, когда рукопись эта готова, он начинает другую рукопись. Это период Кавказский, когда он живёт в Творопольском крае, работает на сахарном заводе. И вот с этой уже практически второй готовой рукописью, и первым он приезжает в Новосибирск, её заканчивает. И у него в конце 20-х годов появилось очень сильное желание эту рукопись издать, чтобы как можно больше людей с ней ознакомились. Он обратился в московское книжное издательство, но ему отказали, потому что он человек был неизвестный, образования никакого не имел, ну и там посчитали, что ничего хорошего он написать не может. Но вот это желание было непреодолимо, и поэтому он решил издать книгу на свои собственные средства. У него такие средства были за счёт денег, которые он получал за патенты на изобретение. Он автор или соавтор семьи таких патентов. И вот набрав нужную сумму денег, он пришёл в наше издательство СИП Крайсоюза, которое находилось вот как раз там, где сегодня областная библиотека, и попросил издать его книгу. Издательство согласилось, но очень сильно намучились наборщики, потому что им раньше никогда не приходилось сталкиваться с теми формулами, которыми изобиловала... Новенькие слова, да? И новенькие слова, а самое главное формулы. Сингулярность. Да, да, формулы, которых там было в общем достаточно много, но тем не менее книга получилась, и в конце ноября 1929 года Контратюк весь окрылённый, счастливый, что наконец-то эта мечта сбылась, с пачками книг, их было 2000 экземпляров, он по-советской принёс их в здание родной конторы и начал дарить своим коллегам, ожидая, что вот увидит от них глаза, какого-то уважения, понимания того, о чём он думал. Поддержку искал. Поддержку он искал, потому что не секрет, что его не воспринимали серьёзно. Ну, кстати, да, то есть в конец 20-х годов. Все строят заводы, идёт индустриализация активная, а тут какой-то мужчина говорит о том, что мы скоро ракеты построим, в космос полетим. Я думаю, что если к нам сегодня пришёл бы, да, и какой-нибудь человек сказал, знаете, ну вот завтра ракета на Юпитер готовится, мы бы отнеслись к нему, наверное, точно так же, с усмешкой, с недоверием. И вот такое вот чудачество и воспринималось по отношению к Андротюку. И когда он коллегам дарил книгу, они открывают, кто-то читал только название «Завоевание межмулянных пространств». Всё, и дальше он уже ни о чём не понимал, он книжку убирал там в ящик стола, ну не отказывался же от подарка. Кто-то всё-таки более так смелый открывал её, видел вот эти вот бесконечные формулы, в которых тоже ничего не понимал, ну и тоже убирал. То есть вот того восхищения, понимания, от которого ожидал Кондратюк, этого не случилось. Но парадоксален другой факт. Книжка была достаточно приличным тиражом, две тысячи экземпляров. На сегодняшний день в Новосибирске только две книги осталось из этого тиража. Остальные все разошлись. И судьба их особо неизвестна. Вы знаете, вот мы... В частных коллекциях, что ли? Вы знаете, самое удивительное, что мы вот сколько лет существует центр Кондратюка, в этом году нам будет 25 лет, мы пытаемся такую книгу найти. Вот нету. Этих книг нету, но знаем, что одну книгу он послал Солковскому, это точно. Знаем, что книга как-то оказалась в Германии. Это единицы какие-то, да? Которые вы знаете, куда ушли. Конечно, да. Знаем, что книга попала в Германию, потому что журнал по аэронавтике в апреле того же года написал восторженную статью по поводу публикации Кондратюка. После рекламы вернемся, еще много удивительного узнаем. Директор музея города Новосибирска Елена Щукина рассказывает нам о судьбе Юрия Васильевича Кондратюка в Новосибирске, о том, как развивались здесь его научные труды и вообще жизнь, работа. Удивительно вот что. Как человек без образования достиг таких невероятных высот и такой вклад внес огромный, в общем, в такую сложную индустрию? Наверное, вообще сложно всегда объяснить, почему один человек талантлив, а другой неталантлив. Что это здесь? Неужели чертежи и формулы можно приравнять к какому-то вдохновению, чтобы там написать музыку? Я думаю, что можно. Можно, но только каждого человека будет своя стезя. Где-то один талантлив в творчестве, в искусстве, другой талантлив в технике. Но по-разному из биографы называют причины, которые могли бы способствовать вот такому таланту. Например, одна из причин, это то, что там было сумасшедшее смешение краей. То есть, если посмотреть происхождение Кондратюка, то есть там настолько перемешаны вот эти вот национальности разные, и говорят, что, ну, такие вот полухровки, это люди достаточно способные. Вторая причина, учитывая, да, я напомню, что мать его, Елена Львовна Шлипенбах, происходила из древнего шведского рода, который насчитывал, в общем, сейчас это более 350 лет, и необыкновенно образованная мама. Отец, вечный студент, происхождение, это Игнатий Шаргей, Игнатий Бенедикт Шаргей, это происхождение евреев по национальности, и тоже человек способный, но как-то вот не повезло ему в жизни, если он учился и учился. Ему очень повезло с гимназией. Мужская гимназия в Полтаве, где он учился, в ней господствовал особый дух, и учителя старались не учить детей, а старались их научить учиться. Поэтому вот этот особый подход к детям, и там рано заметили способности Александра к точным наукам, и учителя старались вот это всячески поддерживать. И третий фактор, Полтава была необыкновенно высокоразвитым городом в отношении культуры, науки, науки, на библиотеке, было очень много литературы, которую можно было изучить, и Александр этим пользовался. Поэтому вот, наверное, вот это вот все сложилось. Все звезды сложились одновременно. И плюс Александр после кончины матери, она очень рано умерла, у него, наверное, вот это как бы вот такая была, ну, судьба, может быть, ему даровала способности к трудолюбию, большое желание что-то делать. И вот, ну, что-то называется, потеряв что-то, он что-то приобрел. И вот эта вот смесь вот этих факторов привела к тому, что у него было небольшое желание что-то сделать, и, главное, он это мог, это сделать. Правда ли, что американцы использовали его чертежи? Вы знаете... Как так, как они туда попали? Ну, скажем так, как таковых чертежей, которые могли быть использованы... Ну, наработки какие-то. Да, были идеи. Были идеи, главным образом, но мы всегда понимаем, что есть идеи, тогда уже можно ее развивать. Самое удивительное, подтвердить, и я думаю, что мы никогда этого не найдем, документального подтверждения, где будет написано, что да, вот мы прочитали эту рукопись, и вот пошли по тому пути, который предсказывал Юрий Кондратюк за 50 лет до. Но, тем не менее, в американской литературе, посвященной космонавтике, мы найдем очень уважительное отношение к Кондратюку, они очень высоко его ценят. Ну, и, наверное, последним фактором, подтверждающим отношение к нашему земляку, это 2014 год, номинирование Кондратюка в Международную галерею космической славы, которая была поддержана. А когда вообще пришло признание? Впервые. Признание? Я думаю, что 1970 год. В 1969 году американцы полетели на Луну, и на следующий день после их полета, а понятно, что это была не только космическая, была политическая гонка, но, тем не менее, на следующий день в газете «Комсомольская правда» появилась статья научного обозревателя Львова, Владимира Львова, который впервые назвал имя Кондратюка, который тоже говорил о полете на Луну и даже предлагал путь, по которому можно его осуществить. Но на этот момент он еще имел кемо врага народа. И только после этого принимается решение о пересмотре вот этого группового дела по 58-й статье и на следующий год его реабилитируют. И только после этого начинает серьезно заниматься его биографией, его работами. И большой прорыв в изучении биографии был сделан космонавтом Виталием Севастьяновым в середине 80-х годов, когда он докопался до истины, что Кондратюк это совсем не Кондратюк, а это Шарки. И когда были проведены экспертизы специальные по фотографиям, и вот мы получили более-менее ту картину ясную, которую имеем сегодня. Но почему же только после полета американцев? Ведь вы сами говорили, что он свою книгу отправлял Циолковскому. Если в Новосибирске его никто не поддержал, почему больше нигде никто? Объясню. Да, объясню. Был еще один непростой факт в его истории. В 1931 году у Кондратюка была встреча с Сергеем Павловичем Королевым. Это наш генеральный конструктор, основоположник практической космонавтики. В 1930-е годы он возглавлял группу изучения ракетного движения, ГИРД, и в эту группу были собраны талантливые ракетчики. Группа была непростая, она находилась на особом режиме в ОГПУ, то есть это ребята, которые были на контроле, все сотрудники. И в этой группе работал Фридрих Царк, который занимался театрическими работами. После его смерти Королев, наслышав о молодом сибиряке, Кондратюке, решил попробовать его на это место и попросил организовать ему встречу. Такая встреча состоялась. И у нас в городе жил Леонид Эдуардович Брюкер, профессор НГТУ, который был очевидцем этой встречи и он оставил воспоминания. И вот он подробно описал, как эта встреча состоялась, о том, что последовало вот такое предложение Кондратюку. Но Кондратюк, зная особенность работы в этой группе и зная свое прошлое, зная, что он был записан в Белогвардейскую армию, зная, что он имел и вот эта смена фамилии, он понимал, что как только он даст согласие и начнут его проверять, то место работы у Королева, которое он, по сути, мечтал, его ждет тюрьма. И он от этого отказался, но Королеву ничего не объяснял. Вот это да. Королев, ну, он не понял, он не принимал таких отказов и, что называется, потом говорят, он обиделся на него. Но, тем не менее, потом вот я общалась с дочерью Сергея Павловича Королева и она объясняла, что все-таки Сергей Павлович после войны правду узнал, потому что с его подачи в 1948 году, но не без его участия, книга Кондратюка была переиздана в военном издательстве. А это возможно было только при согласии Сергея Павловича Королева. Вот такая безумно интересная, но не очень счастливая судьба у человека была. Но зато мы помним и гордимся, что такие люди жили и работали в нашем городе. Время, к сожалению, эфирное заканчивает. Спасибо большое, Елена. Мы напоминаем, что мы можем прикоснуться к истории до сих пор. Некоторые вещи Юрия Васильевича остались у нас в городе. Это портмоне, вы сказали. Да, в Крымическом музее. В Крымическом музее. И что-то еще. Музей города Новосибирска. Спасибо, Елена Щукина была с нами в гостях.